Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет влог. Немножко ракурс поменял, отстала, отошла, потому что, ну, просто поменяла. Потом будет у меня другая комната, там будет уже какой-то другой цвет стен, но я покажу потом, что там будет переделано, если будет в итоге. Вот, потому что на самом деле все никак не собраться, все эти дни все начать, там, переносить. На самом деле, не знаю, ну, меня вообще осень вдохновляет, конечно, в самом начале. У нас такие погоды, вы себе не представляете, уже конец сентября. У нас тепло, как вот в конце весны, где-то, когда лето начинается. Вообще класс погода, мы с Лёвой гулять ходим. Вот, и хотела вам сказать огромное спасибо в прошлом видео. Меня прям засыпали комплиментами по поводу волос, по поводу вообще просто, как я выгляжу. Что я снимала, там, момент был такой, где я снимала с ближнего такого ракурса, что я просто ненавижу категорически делать, из-за того, что очень сильно искажается внешность. Чуть-то и не так рукой, в общем, сделаешь. Ну, то есть, если ты ближе ее поставишь, то очень сильно увеличивается черты лица. Дальше голова, блин, как у гуманоида становится. Нужно определенно это больше 30 сантиметров, чтобы картинка не искажалась. Поэтому я снимаю так, из-за того, что у меня и так черты лица, они не маленькие, нос, там, глаза, и чтобы они прям еще были больше, я была похожа на гуманоида, мне это, в общем, не очень нравится. Ну, сами попробуйте, вот так близко снимите и увидите. Вот даже, смотрите, если я рукой так что-то покажу, посмотрите, какие неестественно длинные становятся пальцы и вообще длинная рука. Но, как оказалось, многим очень понравилось и просто засыпали меня всякими приятными словами. Я с таким удовольствием, с улыбкой читала все ваши комментарии. Просто огромное спасибо, потому что, как вы знаете, ласковое слово и кошке приятно. Если их еще много пишут, то вообще очень приятно. Даже если там всего два слова написано, тоже очень приятно. Поэтому огромное спасибо всем, кто находит время, минутку-две для того, чтобы просто поделиться частичкой себя, написать комментарий, поставить палец вверх или вниз. Это не важно, это все влияет на активность. Огромное спасибо. Спасибо. Вот. И сегодня хочу вам ответить на парочку таких вопросов, которые мне задавали в прошлом видео. Ну, они личного характера, но я понимаю, что многих это интересует. Те, кто смотрит мои видео давно, кто на протяжении там пяти, ну, десять лет я веду канал, около десяти, да. Может, чуть побольше, десять с половиной. Задают вопросы, поэтому я не вижу ничего такого. Может быть, они даже где-то касаются и личной жизни. Ну, если ты на обозрение снимаешь, ну, и пусть не каждый свой шаг, потому что я сейчас не так часто снимаю. Вот. Я ничего такого не вижу, что люди задают вопросы и с удовольствием на них отвечу. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. И этот вопрос касается отсутствия Жени на моих видео. В общем, там сразу начинаются вопросы по поводу того, что мне уже писали, вы разошлись, что ли, а то я не поняла, что я этот момент пропустила. Или нам там очень хочется увидеть Женю. Мы там по нему соскучились. На самом деле, у меня куча видео отсняты вместе с Женей. Ну, то есть, кусков, на которых присутствует он. Но там мы разговариваем между собой. И когда я начинаю монтировать видео и слушаю этот разговор, я понимаю, что это мало кому может быть интересно. Потому что мы никак не взаимодействуем со зрителем. Ну, что толку, смотрите, я иду там, мы в лес ходили за грибами. Я иду там снимаю, задаю ему какие-то вопросы. Рядом тут бегает Лёва, мы с ним еще разговариваем. Ну, я что, этот кусок выложу? Вот то ли дело, когда мы пошли с Лёвой вдвоем, я иду с вами разговариваю, показываю вам лес, показываю вам грибы, рассказываю, что здесь я с бабушкой очень часто была и так далее. Это одно. А когда у вас уже больше там двух человек идет, у вас уже, знаете, такой диалог между собой идет. И поэтому, ну, кому интересно, вот мы с ним, допустим, идем, грибы собираем и рассуждаем, что мы придем с ним и сделаем. Вот если бы я шла и на видео снимала и спросила, допустим, вот мы говорим про грибы, и я такая говорю, а вы что делаете с грибами? Вот вам больше маринованный нравится или жареный? Это одно. А когда я иду с ним разговариваю и ни разу не обратилась к зрителю, ну, как бы это другое. Либо такое только под музыку выкладывать, ну, либо не выкладывать вовсе. А так, если бы что-то случилось, то я, естественно, бы в видео это рассказала, потому что, ну, для меня не составляет никакого труда. И, естественно, если бы вот мы с ним разошлись, да, я такая в первый день села и стала бы плакать, снимаю такое видео там. Нет, конечно, нет. Наверное, это было бы спустя какое-то время, когда уже там все страсти улеглись, когда уже ты точно знаешь, что это, ну, разлад, и вы больше там не будете вместе. Ну, этого точно знать нельзя, конечно, но хотя бы какое-то время прошло. Поэтому нет, с ним все нормально, он, наоборот, меня просит там что-нибудь готовить. Мне говорят, вот сними сейчас вот это вот здесь, вот покажи, посмотри, какой красивый. У меня такая приправа красивая получилась. Недавно он там закрутки какие-то делал, песто, потом лисички мариновал, потом закрутки огурцы, помидоры делал даже. Я выкладываю это все в Телеграм. Так что, если вас там нету, но вам интересно о чем-то поболтать, у нас там такое, как говорится, знаете, это ламповый такой чатик, где мы все между собой общаемся, чем-то делимся, какими-то находками, мнением, то заходите. Я ссылку оставлю снизу, либо она вылезет это здесь, но, скорее всего, снизу, потому что ее удобно здесь кликать. Вот, поэтому все нормально. О том, как в жизни будет, я не знаю, потому что я не такой человек, который находится в розовых очках, потому что я знаю, что розовые очки бьются стеклами вовнутрь, поэтому никаких таких вещей о вечном и никогда не говорила. Да, я говорила о том, что я бы надеялась прожить, точнее, я надеюсь, что удастся прожить с одним человеком всю жизнь. Мы с Женей очень давно вместе, это с 18 лет, да, в принципе, я уже об этом много раз рассказывала, но в жизни, знаете, так бывает, что тут, не знаю, что люди, бывает, и по 30 лет живут, и расходятся потом, поэтому никаких там розовых очков я не ношу. Сейчас все хорошо и отлично, вот, так что я надеюсь, я ответила на этот вопрос, а так он меня просит снимать, он вообще не против, но он весь путь со мной прошел. Моему каналу 10 на 1,5 лет, может, уже 11, и он всегда, всегда и на моих видео снимался, и он только за вообще, у него нет никаких там, знаете, предрассудков, типа, не снимай меня, пожалуйста, там, или еще что-то, нет, он всегда готов сниматься, готов готовить на камеру, болтать на камеру, это просто я его не снимаю, потому что мне вот вечно что-то мешает, то лев по 50 раз подбежит, то еще что-то, потом вырезать это все приходится, поэтому вот я там одна, тихонечко, пока все ушли гулять, я вот снимаю видео. Так что, надеюсь, ответила на ваш вопрос, все у нас хорошо, и давайте там на те вопросы, которые мне дальше задавали, тоже там, чем косметику смываешь, там, и все такое, это я уже расскажу вам по ходу видео, так что, да, если вам интересно, то давайте продолжаем. Вот, хотела показать, сейчас уже, получается, середина сентября, даже уже не середина, а 18 число, по-моему, и посмотрите, какое все еще зеленое у нас, удивительно просто, мне кажется, в прошлом году, в это же время уже было все прям желтое такое, сейчас вон трава зеленая, как новая. Вот дуб наш, который у меня, он, кстати, так много дает пыльцы, у меня все окна грязные, надо будет перед зимой как раз еще окна помыть, ну, у меня мойщик окон есть, думаю, что в аренду сдавать, бизнес такой сделать, вот, потому что, наверное, в моем городе это такая диковинка, там еще даже цветы растут, посмотрите, и розовые, и белые какие-то, ну, это, наверное, какие-то осенние сорта, я не знаю. Вот, там у нас очень-очень красивая береза, под которой растут подберезовики. Мы, когда ходили в лес недавно, мы на обратном пути, когда возвращались, нашли больше грибов, чем когда мы в самом лесу были, но я уже говорила, что мы ходим в лес, там, где преимущественно нет животных, чтобы с ребенком потом вместе не убегать оттуда, ну, страшно, короче. Вот, так что начну сегодняшний влог, всем доброе утро, да, сейчас утро, вот, и приятного просмотра. Вот, кстати, смотрите, кто просил побольше природы снимать, вот у нас такая природа. Лёва, пойдем, мы в магазин идем, часто мимо этого места прохожу, тут озеро, погода еще как летом, сегодня 23 градуса почти. Моя тень у тебя. Твоя. Моя тень там. Вот, очень красиво. Пейзажи рисуют. И у нас здесь вот именно в этой местности кругом, вот так, смотрите, как будто маленькая деревенька. Так, сейчас фотографиям. Спасательный пункт? А, да, потому что там круг висит, точно. У нас тоже есть такие места. Не, все не так тепло, это вообще. Я потом, может быть, сниму вам, какие у нас здания есть полуразрушенные в городе. Ну, честно, я скажу вам, это все вещи, связанные с моим детством. Поэтому я не хочу, чтобы их сносили, да, они портят вид города. Ну, они красивые, списанные. Ну, каждое здание, это частичка моей юности какой-то. Поэтому мне они вообще никак не мешают. И вообще не привередливые. Вот. А здесь, конечно, вот, это вообще, как оно там называется, Нарния. Там вообще вход в другой мир. И у нас очень много таких мест, озер. Ай, Лёва, наступил мне. Какая красота там, да, Лёва? Смотри, какое озеро красивое. Да. Красиво, повезло тебе. Родился. Видит чистый воздух, природа. Так, идем, наверное, домой. Какие-то грибы тут растут. Зонтики штуки. Так, и спешу с вами поделиться своими полезными находками с сайта Алиэкспресс. Потому что не знаю, когда я досниму на конец видео. Потому что оно достаточно большое будет, скорее всего. Поэтому я показываю. Сейчас мало ли вы захотите вот в ближайшее время купить. Нашла просто идеальный способ хранить кисти. Смотрите, это вот такой вот вращающийся органайзер. И у него есть вот такой купол, который защищает ваши кисти от пыли и от грязи всевозможной. Вот. Просто идеальная вещь. До 10 евро стоит не очень дорого. И все кисти у вас будут в порядке. И на лице ничего лишнего в виде пыли. Там всяких крошек ничего не будет. Супер. И вот вторая вещь. Это вот такая бутылочка с помпой для мицеллярной воды или для ацетона. Ну, здесь написано, что это именно для, как сказать, мастеров маникюра. Но я использую для мицеллярной воды, потому что я не мастер маникюра. Мне очень удобно, что я из больших таких некрасивых баночек могу мицеллярку сюда переливать. Очень удобно. На помпу нажала несколько раз. Ничего лишнего. Вообще супер. Наклейка была в комплекте. Я ее наклеила криво, как обычно. Я за всю жизнь, наверное, ничего вообще ровно не приклеила. Удивляюсь, как я стрелки еще умею ровно рисовать. Ну, ладно, это ерунда, конечно. Есть тоже разного объема. Но ссылку вам оставлю в описании. Вот. Можете класть себе в корзину и на скидках когда-нибудь. Либо сейчас, если вам вдруг не терпится купить. Смотрите, он вращается. Разные стороны. Очень удобно. Нужны вам такие кисти повернула к себе. Нужны другие развернула. В общем, очень красиво смотрится в интерьере. Так что рекомендую. Кстати, мы на день рождения Льву дарили вот такой вот домик. Он так хотел дом, просил. Потому что когда мы ходили к логопеду, они там очень много играли именно с домиком. В общем, с животными. И, в общем, мы ему такой домик, собственно говоря, и купили. И вот он теперь благополучно стоит. Редко он в него играет. В общем, ну, может, потом интерес побольше придет. Потому что, ну, как бы, чаще всего он все-таки в машинке играет. А так он меня и мебель просил вам покупать. Я отдельно покупала разную. Ну, в общем, короче, стоит. А так дом вообще очень классный. В нем волчонок должен жить. Вот. Все такое красивое. Вся эта мебель снимается, убирается оттуда. Единственное, что кровати были приделаны. Вот. Их никак. Ну, то есть, им можно убрать. Но мне это больше нравится так. Потому что иначе где-то дома потеряются. И вот хотела эту полку показать, которую я показывала в Телеграм-канале. Что есть вот такая мебель интересная. Попробую закажу. Ну, вот она пришла на 9 ящиков. Можно на... Короче, на любое количество. Хоть во всю стену можете поставить. Вот. Мне понравилось, что ящики достаточно большие. Туда влезет много книг. Это для меня самое главное было. Ну, здесь я машинки поставила. Но это пока. Вот. Здесь вот книги лежат. Смотрите, сколько места. И сюда еще тоже влезет. Книги достаточно тяжелые. Потому что, во-первых, там внизу очень толстая книга лежит. Сверху в твердом переблете. Это одна четвертая из всех книг, что у нас... Здесь у меня разные конструкторы. Очень удобно, что можно все распределить по категориям каким-то. Вот. А так, в целом, мне эта полка вообще очень понравилась. И там можно... Ее так можно собирать, что, короче, можно вешать туда верхнюю одежду. Ну, мне кажется, это больше для таких... Детская одежда подойдет. Вот для взрослой нет. И во взрослых комнатах мне, конечно, такая мебель не нравится. Я больше все такое деревянное люблю. Ну, что-то вот в этом роде. А так вообще вот этот интересный способ. То, что можно сделать прям всю комнату. Можно... А вот эти вот... Как его... Рисунки тоже абсолютно разные. Есть с котами, с принцессами. Короче, классно. Мне понравилось. Вот. Если она сломается, ну, не так жалко будет. Потому что она не очень дорого стоила. Но пока все нормально. Держится. Вот уже две недели прошло, наверное. Ну, лев уже большой, конечно. Он может там, конечно, нашкодить где-то. Но так, чтобы мебель ломать, точно нет. Вот. Ну, так что вот все стоит пока. Сказала еще на Алиэкспресс вот такую вот термокружку себе. Была в разных там вариантах. И больший объем. И серебряного цвета. И с другой надписью. Было написано Американу. Ну, там много было разных вариантов. Вот. Я оставлю ссылку в описании под видео. Видео про Алиэкспресс я собираюсь снимать. Половину уже отсняла. Но половину еще нет. Никак не могу разорваться, чтобы и влог снимать, и про Алиэкспресс снимать. Но, короче, мне очень понравилась эта кружка. Рекомендую. Здесь металлическая трубочка. И вы можете пить как из трубочки, так она закрывается при помощи здесь такой крышечки. И можно пить просто кофе. Вот. Немножко у меня проделось, потому что я нажала, и у меня там слишком много кофе. Вот. Мне очень-очень понравился этот вариант. Особенно потому, что я по ночам, ну, когда ложусь спать вечером, прям перед сном пью кофе. У меня такая дебильная привычка, конечно, есть. И чтобы кружку с собой в кровать не таскать, а просто вот поставить в таком варианте, чтобы нигде ничего не пролилось. Вот. Вообще просто очень удобный вариант. Тепло сохраняет однозначно. Может быть, не так долго, конечно, но мне кажется, достаточно, чтобы успеть выпить свой кофе. Поэтому вот, мне понравилось и вам тоже рекомендую. Так, после того, как я еще видео показывала, чем пользуюсь для волос, меня попросили там в комментариях показать, чем я снимаю косметику помимо ментилярной воды. Ментилярку я вообще в крайних случаях использую, потому что у меня проблемная кожа, скомбинированная, склонная к жирности, поэтому мне нужна достаточно тяжелая артиллерия, чтобы стереть косметику. И преимущественно вот я пользуюсь вот таким вот средством. Это корейская марка, вот, Супер Клин. И марка называется вот так вот. Это, ну, знаете, такой бальзам, который на лицо наносишь, его разносишь по лицу и потом, короче, смываешь. Дальше это тоже вот корейская марка, его я достаточно много использую, потому что это мой самый-самый любимый способ очищения косметики. Здесь внутри еще лежит, честно, одной рукой не открою, в общем, там такая лопатка, которая вы средство, это так, сейчас, и так тяжело открывается, вот, одной рукой, естественно, тяжело, двумя руками быстро я справляюсь. Вот здесь такая лопатка лежит, и там вот, вы видите, уже немного у меня осталось, это бальзам, который вы тоже наносите. Он справляется с любой сложностью макияжа, очень-очень стойким, вот, и называется вот так вот. И марка снизу тоже написана. Следующее средство у меня уже тоже от, правда, европейской марки, тоже такой же бальзам, как вы видите, тоже хорошо справляется, но больше мне все-таки по душе корейский, здесь тоже всякие масла, ромашка, в общем, и очень хорошо тоже растворяет макияж. И последнее средство, которое я использую перед нанесением, вот, разных потом кремов, это еще один такой этап очищения, это вот такая вот пена с витамином С, тоже отлично снимает косметику, подходит для всех типов кожи, и увлажняет хорошо лицо, вот, марка, вот так называется, заказывала с мембершоп, тоже использовала где-то вот досюда, ну, активно пользуюсь, даже когда не крашусь, просто очищая лицо просто от повседневных вот этих вот всей грязи, которая на улицу попадает, потому что на улицу я практически вообще не крашусь, очень редко сейчас. Так что, вот, запоминайте, может быть, кто-то что-то захочет попробовать, это Beauty Bay марка, по-моему, у них международная доставка есть, вот она, это корейские марки, можно на любом сайте найти, вот это очень хорошее средство, прям сильно рекомендую, как и вот этот вот бальзам для снятия макияжа. Так, и уже буду заканчивать сегодняшний свой влог, быстренько сейчас по нескольким вещам пройдусь, и чтобы резко просто видео не заканчивалось, хочу показать вам свою находку, это вот такой вот блокнот маленького принца, который я нашла на Алиэкспресс, помните, я когда-то снимала видео с покупками про Алиэкспресс, там был оранжевый блокнот подобного типа, но наполнение совсем было другое, там и с таблицами было, я нашла вот похожий блокнот, и, кстати, те снова появились в продаже, спустя столько лет я его опять увидела, но я покажу вам уже видео про покупки сайта Алиэкспресс, просто, может быть, кто-то сейчас хочет купить, ну, мало ли, кому-то на подарок, или еще посмотрите, это не блокнот, просто произведение искусства, настолько он красивый, всегда даже жалко что-то писать, я просто их беру для своей коллекции, потому что я коллекционирую блокноты разные, и вот решила, там было, кстати, много разных обложек, я не знаю, как насчет внутреннего наполнения, все ли разные, но обложки разные, темно-синий, красивый, с космосом, вообще просто потрясающе, вот ссылку тоже оставлю на него. Следующее, помните, я вам показывала то, что мне присылали на обзор, я сказала, что спустя вот три недели, ну, три-четыре, я вам расскажу о результатах, это фотоэпилятор, которым я пользуюсь просто, ну, ну, не скажу, что прям регулярно, как надо, там, два-три раза в неделю, чуть пореже, но я могу сказать, что я уже заметила, насколько изменилась структура волос, во-первых, они стали намного тоньше, во-вторых, появились такие характерные островки, где волосы больше не растут, вот, но все зависит от того, от места, где растут эти волосы, где-то же они толще, где-то тоньше, где-то быстрее уходят, вот, я спустю, ой, спустя, я сниму окончательно результат спустя уже еще где-то три недели, когда сейчас я буду более регулярно уже им пользоваться, но я хочу сказать, что это точно работает, вот, если кого-то заинтересовало, то же ссылку оставлю на него в описании, потом я уже буду снимать, ну, как бы, весь процесс, ну, до-после, наверное, не буду прям светить волосатыми ногами в камеру, но просто вот вам покажу, какого результата я добилась с помощью вот этого среднего, с помощью вот этого аппарата, потому что он на сто процентов работает, да, просто у всех, видимо, разное время, через сколько перестанут вообще расти волосы, честно, вот, находка, так давно хотела, и вот рада, что у меня появилась. И вот хочу вам еще показать, я заказывала тоже на Алиэкспресс два вот таких вот средства, ну, это просто обычный гель-лак, а вот этот вот я сделала вчера, вот, посмотрите, может быть, не совсем у меня аккуратно получилось, это, как, знаете, гель для наращивания ногтей, ну, у меня как бы есть лампа, я все проделала как надо, там процесс очень простой, то же самое, когда вы красти гель-лаком ногти, ну, честно, таких твердых ногтей, вот, я даже не могу его согнуть, у меня никогда не было, и это я нанесла в один слой, так что, если у кого-то есть проблемы с такими мягкими, ну, не очень прочными ногтями, вот, советую вот это вот попробовать, если у вас есть лампа, гель для наращивания, вот, а лампы там можно вообще за копейки, за 3-4 евро купить, ну, у меня вообще от Рунейл старая тоже моя лампа, нет, не от Рунейл, по-моему, я тоже на Алиэкспресс ее заказывала, ну, короче, вот, вот, и я сделала ногти просто как камень, никогда таких не было, и вчера я много каких дел уже тоже по дому делала, вот, и все на месте осталось, нигде не ободралась, так как я первый раз вот с этой текстурой работала, было немножко тяжеловато, потому что он очень-очень густой, и распределять его было тяжело, но я считаю, для первого раза у меня достаточно хорошо получилось, ногти прям, знаете, вот как будто натуральные, просто без всяких там ямок, без всего, лучше просто, чем свой ноготь, вот, так что рекомендую, ну, это все, что я вам хотела сегодня показать, если у вас есть какие-то вопросы, то пишите мне в комментариях, включила себе сюда камин, пока делами занимаюсь, вот, помните, на старой квартире у меня же печка была, ну, и есть она там на старой квартире, вот, теперь так могу включить, ну, красиво, если еще звук включить, он немножко там потрескивает, но я не стала включать, чтобы не мешать, в общем, да, увидимся в следующем видео, всем пока!